Сколько человек у вас проживает в квартире? Так, я проживаю одна, но здесь я собственница. В теории, чтобы переписать всех жителей микрорайона Солнечный, двум десяткам переписчиков за глаза хватило бы и 10 дней. Но в реальности ходокам с планшетами приходится порой стучаться в одну и ту же дверь по 2-3 раза. В день примерно переписчик 50-60-70 квартир обходит для того, чтобы охотить как можно большее количество. Нина Вяткина переехала с юго-запада города на южную окраину Екатеринбурга два года назад. В детстве ее с братом родители привезли из небольшой и бесперспективной саратовской деревушки, которая давно уже исчезла с карты большой страны. На сакраментальный вопрос, что ожидает лично она, одна из почти 11 тысяч жителей молодого и быстро растущего микрорайона города, Нина Владимировна прямо с порога заявила. К слову, в 2030-м Солнечному понадобится раз в пять больше переписчиков и настолько же больше казенных планшетов, которые в ходе первой в истории страны всероссийской переписи в цифре заменили бумажные анкеты. То есть, во-первых, это ускорилось очень сильно за счет госуслуг, поскольку люди проходят на госуслугах, предоставляют нам только QR-код, мы его сканируем планшетом, автоматически данные подгружаются в планшет. Это занимает буквально две минуты, и человек свободен. Плюс ко всему, даже если у нас переписчик пришел в квартиру, там не пришли на госуслугах, примерно опрос занимает в районе семи минут, то есть не больше. Если человек отвечает не на все вопросы, да и его право, время занимает еще меньше, то есть 3-4 минуты на человека. Пока переписчики и контролеры ходят по домам, эксперты с головой погружены в прогнозы, пока в теории просчитывая все грядущие преференции для народа. По итогу обобщения можно будет увидеть, как меняется трудовая занятость человека, особенно если это не формальная занятость, то есть не закрепленная трудовым договором, например. То есть человек подрабатывает и вот новую подработку взял, или наоборот не подрабатывает. Вот эти вот моменты, они, конечно, только в рамках переписи могут быть выявлены и учтены. Как полагает доцент кафедры прикладной социологии УРФУ Виктория Полякова, Перепись позволит внести полную ясность и в брачные отношения. По мнению эксперта, семейных союзов, не зарегистрированных в ЗАГСах, становится все больше. И государству очень важно знать, где сколько нужно построить жилья, детских садиков и школ для семей, которых на бумаге как бы и не существует. Соответственно, у нас людей, состоящих в браке, ориентированных на создание семьи, гораздо больше, чем по данных ЗАГС, например. То есть в рамках переписи мы узнаем, насколько распространена тенденция ориентации на семью. То есть это информация, которая другим способом получена быть не может. Раз мы знаем, сколько у нас людей хотят вступить в брак, то есть это и строительство определенного количества жилья для семей, это инфраструктура детских садов и школы именно для семей, то есть связанные с развитием именно домохозяйства с учетом семьи и последующего рождения.